Вели захват канала, осторожно, москвитин, кстати, лох, ты, вот, удачи тебе, что скажешь, Платон? Осторожно, пиздобьютина. Уху, нахуй, уху. А по-моему, знаете, тролли, тролли. Толли. Я судья просто, я рексел, я не буду троллить, я буду троллить, я буду троллить, я стою, мне скучно бывает, я такой, надо делать грязь. Ну, ты, конечно, играть вообще нахуй умеешь, я не знаю. Кстати, да, у меня в начале Турика была мотивация выиграть, москвитина, потому что я сказал, что если получу на нем красный, я ухожу из пенбола. Я бы реально ушел. Он красный получил, но уже в следующем матче, поэтому он все еще играет в этот прекрасный спорт. Ладно, Никита, я тебя люблю, я помню все, я помню все в Питере. И все забыл. Так, ну, смотрите, по левую руку от меня, мои любимые друзья, вот, никаких штрафов, ничего не надо, вот так, понял, краба дали и полетели. Иногда, нет, нет, бывает, короче, там, ну, всякие недопонимания, но это исключительно по моей вине, и Лексус просто карму мне отсюда передает, но мы будем от этого избавляться. Так, Лексус двигается в неизведанном нам направлении. Ну что ж, посмотрим, куда же он собрался. Здравствуйте, это тот самый Лексус. Леша, Лексус, Алексей, для братишек Леха. Это тот самый Атом. Которого заимеет в команду очень, блин, неплохо, если вообще-то дозор. Вы куда на совещание, Алексей? Да. А у Сбербанка всегда, как бы, да, по этому адресу проходит. Ну что ж, вот, нам туда нельзя, вот. Кабинет, кабинет директора. Сделаем просто, да, просто, сейчас, надо вот, начало снять и все. Так, как, начнете или что, как? А что ты хочешь? Просто, вот, надо сказать, поприветствовать. Приветствую всех на этом прекрасном пинтбольном дне, сентябрь, удивительный, прекрасный. Ну что, давайте, что-то, давай, смотри, куда. Друзья, приветствую вас на этом прекрасном пинтбольном празднике. Великолепная погода. Все идеально. Сегодня я звезда играет двумя составами. Первый назван в честь нашего великого Лексуса. Я звезда Лексус. А второй, я звездец. Суть ролика будет не в том, как мы сыграли каждый матч, какое место заняли. А просто хотим вам показать нашу житуху, бытуху, да, как это все происходит. Следите, не переключайтесь. Алексей, а вам побед? Беть, где Лексус, там что? Там победа. Красава. Да заебали уже эти старые пушки, купите уже новые. Что, что, вы сказали новые пушки? Ребята, хочу вам напомнить, что если вам нужен новый пистолет, неважно, Люкс Идл, КС-3, Гео-5, любая другая модель, даже дай, можем привезти по лучшей цене. Вы просто скидываете, какой цвет нужен, вот, мы это все как бы заказываем, привозят это в Америку, и через три дня она, собственно, у вас. На данный момент, вот эту красавицу могу сделать за 129 тысяч, фиг с ним. Те, кто посмотрит ролик, им напишут, что, типа, вот мы после ролика 125 и КС-ку, ну, давайте тоже 125, но только для тех, кто посмотрел ролик, да? То есть, там, Лука с комментарием, все это должно быть. Также, оставлю ссылку, переходите на сайт очке, не за доставку, никаких переплат, ничего платить не надо, просто вот какой курс есть сейчас доллары, умножайте на ценник на сайте, любую вещь перевозим. Играйте в новом, играйте с кайфом, чтобы тренер на вас не ругался. Если вы это сделаете, у него будет секс, по независисям от него причинного. Блядь, старый, ты хочешь засветиться? Хочешь засветиться? Передай привет, блядь, просто. Вот так, ничего не надо, мы все братья. Привет. Это, короче, вот эта курочка, понял, которая вознеслась к небесам Олимпа, и сегодня займет призовое место в углове с лучшим игроком Александром Чехом. Вот так. Нормально, да? Было, брат? То есть, если ты пришел в кросс, высунулся, у тебя войнушка, грубо говоря, да? Ну, ты можешь ее проиграть, зачем тебе эти риски? Тебе лучше еще поискать, вдруг там пятерка стоит неаккуратно, ногу отставила. Поищи, кого ты можешь убить безнаказанно, с ключевого укрытия. Ты же для этого туда и стремишься. А дальше уже можно начинать там какие-то и дуэли, и играть и так далее, в качестве завершения помят. Да, и отсюда я сразу же работаю, получается. Отсюда ты можешь в линию помочь, там, да. И если ты чувствуешь, что тебя здесь проливает, ты изнутри можешь вот двадцатку вот эту, которая тебе больше всего мешает ее поддавить. Ты же, если ее поддавишь, если вы спирюх играете, он быстренько сделает движение вот сюда, на себя внимание отлечет, и ты вообще лунной походкой здесь можешь оказаться. Мне так интересно, что я сейчас выйду на эту позицию и разъебу всех. Я не горел такого. И она оттой. И вот этого я сейчас поменяю. И вот этого. Я за любого. Вот она, которой я все время до этого играл. А вот я сейчас на новую выйду и исполню. Какую? Дэн, я не говорю. Я такого не говорю. Какую? Давай, давай. Ты сейчас увеличиваешь. А ты говори. Ты не прав. Ты говори. Ты не прав. Нет, в чем я не прав? Подожди. Ты говори позицию. Назревает конфликт. Какая позиция сейчас у нас будет? Я сторона, которая защищается. Позиция знаешь какая? Пусть и счет сейчас он выбрал позицию. Выбери на поле какую-нибудь позицию. У меня еще и лунком назвали. Позиция на поле, Никит. Тренер всегда прав. Вот скажешь, где я сделаю. Выбирай. Давай, через двойку я хочу сыграть. Через четверку, Никит. Хорошо, через четверку. Внимательнее надо быть, где мы играем. Давай, через четверку начинаем. Видите, агрессия вот эта началась. Такого быть не должно. Потому что в дизмораль, короче, появляются команды. Но надо сейчас выйти доказать, чтобы вопросов не было. Край. Край. Игорек, Игорек, начни сейчас через трешку. Через трешку. На четверку сейчас побежит у нас Никита. И через край начнет хозяин. Змея! На четверку. А ты? Три права. Три права, двойная трешка. Дэн, я пришел на этот пакет, все хорошо. Я на перемещение, когда я прыгнул в змею, мне попали в ботинок. Да, тебе попало 400, потому что тебе надо инициативу брать. Тебе надо, если ширину мы отстрелили, а брека убили, все. Нет, нет, брека сидел. А брека убили сразу почти. Да, я не видел, как он пришел. Да, вот именно. Он мимо тебя проходит. Мимо тебя проходит, в твоих шарах. И тебе надо было с бровки активнее, во-первых, давить 400 и со стрельбой движения ты делаешь. А я знаю, что ты убил брека, но я не видел, как он ушел. Очень красиво. Не значит, что ты убил его. Дэн. Поменьше на меня смотри, побольше в поле смотри. Больше будешь играть. Дэн, понимаешь, мой опыт позволяет мне с закрытыми глазами выходить и делать дела. Я же понимаю, что у тебя опыта полно. Знаешь, надо немножко его найти, как применять. Ну ничего, я думаю, что мы найдем ключ к этой разгадке. Загадки. Загадки. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Ну я стрелял, во всех попадал. Потом он туда пошел, туда стрелял, сюда, сюда, туда. Ты что, пиздец? Вообще на сколько-то поинтов на чем дать? Это сперва стыкает? Брат, она может стечь тебе тоже аккуратненько. Степан Андреевич сегодня играет за команду «Молот». Это его выбор, не факт, что он был осознанным. Вот посмотрите, забился в угол и ждет, когда за ним придут. Везде такого не происходит. У нас все брат за брата, за основу взято. Степаныч, я надеюсь, ты посмотришь этот видос, вот, и поймешь, что ты совершил, ну, не роковую, но ошибочку такую, да, как бы. Поэтому, братишка, всегда тебя ждем. Где? Я звезде. Ну, что это такое? Что это такое, Степан Андреевич? Я же тебя по-другому учил. Все, давай, брат. Пользуемся лучшими шарами. Просто не по дынькам стрелять, давай. Ну, да. Понял, я не по яблочкам, но дынькам и по лампочкам. Брат, ну, тут чуть другое, да, что-то раз, раз, да, бывает, что-то залетает. Ну, ничего, ничего, врываемся, врываемся. Молот уже, как бы, наказали, вот сейчас с фениксами работаем. Блядь, Никит, вся проблема в том, что вы наказываете молот не тем местом, понимаешь? Не тем местом. Я молот просто сказал, пацаны, это не ваша игра. Когда говорят, сделали, это как бы, понимаешь? Вот, смотрите, если не хотите быть грустным, как Рос, вот, выбирайте команду, как бы, где тебя будут играть, где тебя будут ценить, вот, это вот так вот всю жизнь, короче, на скамейке просидите, вот, не получите никакого удовольствия, и вот ради чего это все. Да, да, я сейчас все это сказал. Счастливые, любимые, мои хорошие зрители, данный блог я хочу провести в формате не о том, как мы сыграли каждый матч, да, какое место заняли, а просто, ну, рассказать вам о команде дневной дозор. За которую я играю при поддержке Мосэнергосбыта, да, и, естественно, моей родимой, любимой команде я звезда. Вот, покажем вам матчу, атмосферу в питье, как работает тренер с игроками, да, и если получится, какое все-таки место мы сегодня займем. География наших игроков очень обширна. Вы можете переключиться налево, и сейчас пройдемся по каждому. Ринарио, Ринарёк, наш просто доктор, Рагнарёк, да, наш доктор из Казани. Дальше идем, Пашок, Биробиджан, вот этот медведь, тигр, дальше идем, Жиг-Жиг-Жиг-Жиг, вот, это местный, короче, местный, московский тигр, московский. Так, дальше, кто у нас? Серега, Серега Базлов. Ты у нас откуда, друг, с Питера, ведь, правильно? Ну, вот, столицы северной, поняли? Вот, то есть, как бы, ребята со всех регионов, но вот так вот, плечом к плечу, главное, желание и воля к победе. Беги вперед, победа придет. Пришло время рассказать вам о команде, в которой я играю уже целый сезон. Это команда Дневной Дозор. Сформировалась она на базе людей, которые работают в Мосэнергосбыте. Значит, вот эти офисные клерки взяли пушки и пошли, короче, пипил, пау-пау. И вот так вот, из года в год, короче, идут своим вершинам, и вот уже 4-го дизиона дошли до Д2. Естественно, им нужно было укрепление и, собственно, молодое дарование здесь. Еще у нас есть прекрасный тренер, вот, но он всегда с важным лицом, но, как бы, он его оправдывает, да, как бы, какой бэкграунд за спиной, ну, и, собственно, неплохой человек, я бы сказал, отличный. А это наш хозяин, короче, вот, управляет казной, дает люлей, ну, в общем, короче, наш царь, бог, вот, мы ему поклоняемся. Для меня, как для организатора, структура, как бы, турнира проходит следующим образом. Во-первых, нужно набрать народ на турнир, да, дальше заполнить ростеры, приехать пораньше, подготовить тубы, позвонить ребятам, как бы, заранее договориться с ПИД-командой, да, посмотреть, чтобы все зарегистрировались, передать подопечных тренерам и дальше погнали. То есть, каждый занимается своим делом. Ребята ни о чем не думают, стреляют, получают удовольствие. ПИД-команда по расписанию, что куда, оперативно бегает, решает вопросы. Тренеры перехватывают друг у друга составы, если происходят какие-то накладки. Но обычно, как бы, тренер от начала до конца работает, там, с тем или иным составом. Но так как у нас большой тренерский штаб, все друг другу всегда готовы прийти на помощь, да, если даже новые игроки какие-то есть, с ними проводится беседа, кто на что способен, да, и, собственно, решают. Ну, вот как-то так. Поэтому, если ты хочешь поиграть, твоя команда не собралась, ты там поиграл в каком-то дивизионе, а у тебя есть финансы, желания и возможности поиграть в другом, обращайся. Мы рады именно тебе. Помимо того, что перед каждым турниром тренер записывает онлайн-разбор, да, чтобы ребята предварительно посмотрели, и перед матчами он, как бы, дает установки во время, после каждого поинта он разбирает ошибки, что было не так. Сейчас мы можем это лицезреть. То есть, ребята отыграли поинт, да, сразу же аккумулируется вокруг тренера, он им объясняет, что было так, что было не так, и, как бы, да, они свои ошибочки исправляют. Вот, и на следующий поинт, если, как бы, им их скиллуха позволяет, они, как бы, используют советы, да, направляют их в нужное русло, и, как бы, победа в кармане. Вот в этом. Заползли. Я видел старты скользко, не хватает вот этого держака. Ну, лучше не оттуда. Давай, самое главное, что. Ну, не могла же перепланку пробить? Что там случилось? Ух, попал! Смотри, когда пропустили, что не пойдет. Не пойму. Вот, а, ну, сразу на 3-4-20. То есть, ты пустив, в лоб посмотри, что к чему, и не может полномерно. Смотри, я когда так продуваю, там какой-то шорох. Смотри, если огонь первый оставался, дальше не двигался. Если... Не фидер, блядь. Ты сделал классику, молодец, ты здорово. Ему там что, двух не стреляли, он... Это больно? Нет. И еще хулистатизм. Как понять, порвана перепонка или нет? Сейчас мы смотреть. Сейчас помоем сначала. Высушим хорошо. Ну, вообще был, ну, вряд ли, да? Все, может быть, по углу. Я про муху, похоже. В частности, как, в том числе, я разрабатывал манкрыши, делаю. Вот. Спасибо. И ощущения слуховые, послушай, не надо вот это все время делать. Ходить. Слышишь сейчас? Отчетливо или как-то так, прогулсомно? Ну, слышу. Слышу, как ты говоришь, как этот гремит Киархер. Ну, нормально. Я говорю, походи сейчас, сейчас это какое-то время пройдет. Блядь. Прекрати это делать, я говорю. А там дальше уже надо смотреть, я говорю, в урок. Если там будет дальше что-то. У тебя может еще отечь здесь, потому что удар будет прям сюда. И с перепонкой все нормально, а у тебя отек там, понимаешь? Ну, смотри, если бы я лопнул, мы бы об этом узнали, правильно, сейчас? Конечно. Но это не такая большая проблема, как ты думаешь. Ну, смотри, слуху нету, ну, не повредил я слух, правильно? Хорошо, значит. Нет, я тебя спрашиваю. Ты меня слышишь хорошо? Ну, слышу, да. Значит, ну нормально. Слышу, да. Может быть небольшая, я говорю, если какая-то вот осколком, осколком этим, вот этим вот, понял, каким, вот этим вот осколком, если долбанул в эту перепонку, она там лупа ставит травму. И она заживет. Заживет. Все, спасибо. Да не проблема. Больше проблем, обратись там, когда я в руках, поскольку лопушков. Ладно, спасибо. Красавик, да, вот сюда нужно перезвык, там, где-то дать. Никто, ты живой? Да, блядь, в пуху прям попал, не знаю, что с перепонкой, блядь. Значит, смотрите, сюда, Стас, вот таким образом бежишь, нужно за лесами закрыться от кроссовика, и те колян его соответственно постреляют. Блин, это всегда очень болезненно, на самом деле. Но это, конечно, не яйца. Пережить можно. Да, а что с ним будет? Контузия легкая, господи. Человек остался, да я не про тебя, человек остался без одного усы. Да, 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 да. Так, очень, очень важно, понимаете? Давай, снимаешь? А вот сейчас, внимание, в каждом этапе присутствует очень важный персонаж, тот самый старик Хаттабыч, который помогает нашим пушкам обрести второе дыхание, не позволяет им идти на покой. И, собственно, все вот эти механические телодвижения проходят в его ларчике. Ну что ж, добро пожаловать в Каморвар, Папа Карло. Мы называем его именно таким. Папа Карло? Да, Буратино, я приветствую тебя. Взаимно, взаимно. Расскажи, пожалуйста, чем ты вообще занимаешься? Что у тебя тут происходит? Очень много каких-то интересных штук. У меня у девушки, кстати, в косметичке намного меньше всяких пудр, там вот этих челсок, расчесок, чем у тебя. Да. Награбленное временами? Нет, не награбленное. Дело в том, что мне приходится просто следить за собой. Возраст уже не тот. Видите, парик. Да. Картошка, подложенная в штаны спереди. Я извиняюсь, а вот этим ты где за собой следишь? Этим я слежу за тобой. Я приготовил это для того, чтобы чистить ушной канал Никиты. Да, ребят. Приступим. Давайте не будем, да, как бы зарекаться, а то вдруг что случится с моими ушными каналами. Так, Арманчик, вообще расскажи, чем ты занимаешься, да? Почему важно преждевременно отдавать Пушкин ЭТО, а не бежать во время турнира? А, все, пропало, Арман. Спасибо, помоги. И вообще, как ухаживать за Пушкой, чтобы она стабильно у тебя работала? Ну, не преждевременно, а регулярно и вовремя. Дорогие друзья, все очень просто. Как вы относитесь к оборудованию, так и оборудование будет отвечать вам. То есть, если вы за ним не ухаживаете и плохо себя ведете по отношению к нему, оборудование также будет плохо работать, и вы окажетесь у разбитого корыта, вместо того, чтобы стоять под песню группы Queen via the Champions и поднимать кубок над головой. Сколько раз в год ты рекомендуешь делать ТО плановое? Ситуация заключается в том, что разные люди ухаживают за оборудованием по-разному. Поэтому я рекомендую делать следующее. Вы берете вашу пушку, обслуживаете ее и идете играете. Она ведет себя хорошо. Вы обслуживаете ее снова, идете играете, она ведет себя хорошо. А вот когда вы ее обслуживаете и она ведет себя плохо, вот тогда это повод прийти к технику, ну не к технику, а ко мне. Вот. И отдать пушку на ТО. Потому что есть люди, которые чистят свои пушки отлично, и им нужно приходить ко мне реже. С пушкой. Я всегда рад этим людям. И приходите ко мне чаще просто по другому поводу. А если вы ухаживаете за оборудованием плохо, тогда вам нужно чаще приходить ко мне для того, чтобы ваше оборудование обслуживать. Все очень просто. Слушай, ну я стараюсь раз в полгода делать ТО своему маркеру. Это оптимально? То есть вот если я за ним ухаживаю и раз в полгода тебе его отдавать, чтобы вот точно никакого изъяна Если у тебя не возникает, если в промежутке между обслуживаниями то, что ты делаешь сам с пушкой этого хватает для того, чтобы она работала без проблем, тогда да. Тогда да. Но какого-то определенного количества выстрелов или времени его не существует. Каждый случай индивидуален. Действительно люди по-разному относятся к оборудованию цветов. Ну что-с, мы наблюдаем большой выбор лучших шаров про шар. Вы посмотрите, на любой вкус и цвет колки, менее колки, такого цвета, другого цвета. То есть команда приходит, значит, говорит, мне нужно столько-то шаров. Вот сюда вот это все фиксируется аккуратненько. Да. За всем этим деянием наблюдает у нас Алексей. Тот самый, как бы, на уши, поняли? То есть все вот эти махинации проходят исключительно через него. Но стоит отметить, что все махинации в белую, да, четенько, никаких вопросов никогда не возникает. Поэтому, ребятки, обращайтесь к ProShare. Они вам всегда поставят свежие шары. Будете стрелять и радовать не только глаз, но и свой маркер. Ну я же муравей, а ты Саня. Саня, Саня, Саня. Саня, Саня. Не, а что, Эдик ему больше подходит, думаете, да? Ну, короче, вот так, понимаете, настолько я преисполнился в пингвольном мире, что я могу раздавать кликухи, имена, получается, заново создавать человека. Вот у нас сидит Чех, да? Ну, как-то вот, ну, три вот этих буквы, они как-то, ну, не складно. Поэтому будет у нас Сашенька. Вот, будет плохо себя вести, станет Эдиком. Ну, история вот такая. У меня сына зовут Саша, давай не Саша. Ну, да, 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 я не будем поручить. Да, спасибо, спасибо. Пускай будет Эдик. Не, на самом деле, вообще Чех, офигенный мужик, в свои там года бегает, стреляет, вот, аккумулирует вокруг себя молодежь, да, сына за собой потащил, такой всегда приветствуется. На данный момент вы наблюдаете мнение со стороны, да, то есть, как я вижу пинбольный турнир, свою команду и те или иные процессы, которые происходят вокруг. Но сейчас я вам хочу показать людей, которые трудятся тем, чтобы с каждого турнира у вас была запись, да, прямой эфир и все такое. Давайте зайдем, вот, посмотрим, как это все выглядит. Вот такой вот специальный бункер, да, сидит здесь специально обученный человек, который переключает кучу камер, да, следит за тем, чтобы все было четенько, да, картиночка была яркая, да, вот, покажи, пожалуйста. Вот, то есть, смотрите, сколько ракурсов, ну, и естественно, на вышках, вот, пи-пи-пи-пи, у него куча кнопочек, и он их прожимает, и вот так вот целый день. Представляете, какой это колоссальный труд, да, сделать для вас контент. Поэтому напишите в комментариях, им будет приятно, они обязательно прочитают. Сейчас я вам покажу, кто владеет тем самым противным голосом, который мы слышим на протяжении всего дня из трансляции. Let's go! Ой-ой-ой, как неожиданно и приятно. Тут у нас игроки молота. Очень крутая тенденция в этом году пошла, что комментаторы меняются, да, и каждый комментирует со своей колокольни. Они высоко стоят, да, как бы рассказывают, что видят, какие-то байки, трустори, ну, в общем, за это однозначно лайк. Сейчас мои кентухи с молота, да, то есть играют, в перерыве комментируют, за это однозначно лайк. Команда там не знает то, что он один. То, что я... Игорь Бисович знает, что он один против одного. Есть славное название, часть команды, часть корабля. Так вот, нельзя обделить вниманием Пидзону. Это именно те ребята, которые собирают тубы, затирают, да, и то есть, ну, как на войне. Тыл – это очень важная составляющая. Так вот, на примере Юлечки вам покажу. Вам что нужно сделать? Значит, взять самые лучшие шары ProShare. Засыпать их в тубу. Обязательно посмотреть, чтобы, ну, как бы, шарики не шатались. Все было плотничком. Вот, смотрите, Юля нам это демонстрирует. И, собственно, все убрать. Потом, игроки, когда выходят, у них есть кляксы, шмяксы, еще что-то. Их вот так аккуратно затереть. Вот тоже, вот, смотрите, да, вот специально есть тряпочка. Вот, вот так вот все берется, шик-шик-шик. И, как бы, ой-ой, прогоняют меня. И вот так вот это все работает. У нас есть специально обученные люди. Вот, покажите, пожалуйста. Взяли пацанов, вот, и, как бы, потихоньку им передавали опыт. И вот сейчас я вообще не переживаю. Я им просто кидаю расписание. Говорю, вот эти, вот эти наши. Они приехали раз, и сразу все сделали. Ну, то есть, вот, Макс их курирует, да? Поэтому, если вы не хотите потерять тубы, не хотите какой-то вот этот лишний гемор, еще что-то, обращайтесь. Вот, я, как бы, скажу Максончику, там, плюс одна команда, плюс две, и он все организует. У нас, как бы, с тубами, со всем вот этим кипишем давно уже проблем нет, чего и вам советуем. Мать, блядь, я получу фофанов. Нет, я, блядь, получу фофанов, блядь. Мы проиграли, кстати, по фофанам. Я эту победу предлагаю посвятить Ольге. Просто дикие, блядь. А я так не помню, они еще стопана хотели ждать? Ты бы сразу нырнул бы туда. Изнутри трешку качнул. Ты изнутри его качаешь, изнутри качнул, блядь, вырнул туда. А ты уже поздно нырнул, уже пришел к Андрею. Я его достал, когда он бежал походе. Все, что движется, надо стрелять. Размялись, да? Чуть-чуть опоздали. С этого матча, блядь, что-то началось. Вот я об этом и говорю. И Кракену даже выпускать не пришлось вообще. Ну, это, конечно, дичь. Никита, конечно, молодец. Старался как мог звезду дальше пропустить, но ничего не получилось. Какой результат? Результат отрицательный по всем составам, но спереди еще много работ. Я найду тебе намного лучше, я найду тебе совсем другую. Вот такой вот у нас дуэт в исполнении Дениса Голева и Никитки Москвитина. Шоу «Голос» набирайте. Алло. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова